Эволв Покупки Всякого такого Насколько я знаю, мне немного ключей дали Потому что эта игра у меня уже есть То есть я ее как бы купил Но какие плюшки я получил Мы узнаем чуть попозже На самом деле плюшек достаточно Потому что если учесть, что игра перешла на фри-то-плей Мы сейчас видим то, что у моих персонажей Нулевые уровни, то есть они не прокачаны А раньше были прокачаны практически все И насколько вы видите Сейчас система персонажей примерно как в мобоиграх Таких как допустим Heroes of the Storm То есть у нас есть вариация героев У нас открыт один траппер Один допустим персонаж поддержки Один ассалт Один медик Ну и соответственно один монстр Вот, помимо этого Вот кстати за то, что мы с вами игру покупали Нам достались вот эти замечательные скины Очень полезная вещь Вот Я озвучиваю это видео уже после того, как сыграл После того, как эту игру посмотрел немножко Ну то есть в новой версии Поэтому Сумбура какого-то не будет Я примерно буду узнать, о чем рассказывать Так, ну и соответственно мы нажимаем играть Вот как я сказал Мне доступны все практически персонажи Не доступен только Марков и Голиаф Ну потому что за них нужно будет пройти испытания То есть тренинги А может испытания, а может тренинги Да Ну Обучение Как вот Ну те, кто играл игру раньше Те знают, о чем я говорю Обучение за Маркова То есть за ассалта Там нам рассказывают Как биться с монстром И наоборот Обучение за монстра, за Голиаф Нам рассказывают Как биться с охотниками Соответственно Каждый человек должен все это дело пройти Для того, чтобы Хотя бы представлять Иметь какое-то представление О том, как играть в эту игру Онлайн нынче большой Я говорил, что эта игра должна быть фритуплейной Она стала фритуплейной И онлайн очень большой Сейчас около 8 тысяч человек Когда я заходил То есть Наконец-то игре вернулось то величие Которое должно было быть Ну Конечно Хайп поутихнет скоро Но В игру ввели фритуплейную модель И Вот На чем, соответственно, зарабатывать они будут Ну, я думаю, на скинах в основном Вот В основном В игре все можно купить Абсолютно Я Очень рад за игру и волк Потому что Черт побери Я не хотел, чтобы она пропадала просто так Ну и плюс ко всему Это та самая игра Которая действительно принесла мне Хоть какую-то маленькую популярность В своих, скажем так, кругах Так Я решил сыграть за Монстра То есть Я выбрал призрака И тут меня Удивило Несколько вещей Во-первых Я смог прокачать Больше трех способностей Если я не ошибаюсь Раньше Было только три Тут мне дали четыре Вот Это во-первых Во-вторых Система перков Была полностью переделана И многое из этого Нужно будет покупать за ключи Соответственно Я сейчас Попробую Прокачать эту способность Сейчас 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 Я там немножко читаю Что из них выбрать Да Я вот выбрал Одну из способностей Прокачал ее И соответственно Этот перк будет у меня лучше Это Вы всего можете выбрать Три перка Если раньше мы выбирали Всего один перк Сейчас мы выбираем Уже по три штуки Соответственно Все эти перки Нужно будет тоже прокачивать То есть Прокачки вообще Много в игру добавили Я бы даже сказал Очень много Первый перк Обычный Второй серебряный Третий золотой Так Я жду охотников И знаете Мне очень сильно Доставляет Поиск Потому что Если раньше Мы ждали Игру очень долго То сейчас Это очень быстро Ну то есть Тут я вообще Немножко вырезал Но Как видите Я не вижу Допустим Бабайки И всех остальных Потому что У меня такое чувство Раньше отскладывалось Что все рожи Одни и те же Уже играют И это действительно Было так Потому что Многие знали меня Многих знал я И мы друг друга Знали практически в лицо А это не очень хорошо Для мультиплеерной игры Когда играешь С одними и теми же людьми Причем Заходишь Потом Переписываешься С ними на форуме Где-нибудь В группе ВК В этом Загруженном экране Мы сейчас увидим Новую валюту За которую Мы все это будем покупать То есть Если Heroes of the Storm Это золото То здесь Это серебряные ключи Вот Игра почти загрузилась Да Я буду комментировать Всю хуйню Так что Не обессудьте Но я постараюсь Комментировать Угуни Наверное Это надо было Вырезать Ну Ладно Пускай будет Излом играет За призрака Против Меня Четыре охотника Это Кайра Блин Я уже забыл Как его зовут Хайт Я забыл Их имена Что же Я за фанат Такой Ой Блять Ну Честно сказать Мне хотелось Поиграть За призрака Потому что Ну Просто проверить Не проебал ли я Весь свой скил И первое Что я заметил Может быть Это настройки Игры такие Но Она как бы Стала одновременно Меньше тормозить Но в то время Когда происходит Какой-то экшен Начинает Просаживаться ФПС То есть Во время боя С охотниками ФПС просаживается Очень сильно Вы это заметите Ну То есть Я в этом плане Ничего не вырезаю И Вы это увидите Может быть У меня конечно Старый компьютер А может быть Ну По сути Мы сейчас Проводим Бета-тест Вы Можете сейчас Заметить То что Из монстров Вот сейчас Просило Кое-чего И сейчас Просило Кое-чего И вот сейчас Просило Кое-чего Из Не монстров А получается Из нашей добычи Вываливаются цифры То есть Показывается Нанесенный нами Урон 90 90 90 Все что мне нужно Это просто 90 60 90 Ну Короче Вот И Зачем это вообще нужно С одной стороны Это херня какая-то То есть Это Лично для меня Поначалу Было Немного Непривычно Но Потом Я понял Для чего Это нужно Вообще Для того Чтобы вы Видели Какой Нанесен Вами Урон Пиздец Как просаживается ППС Это просто Жесть Какая-то Ну На самом деле Когда я играл И когда Это не было Это не было Записи Все Выглядело Не настолько Убого Одновременно С этим Мне показалось Что графика Стала Несколько Ниже То есть Графон Немного Поубавили Для того Чтобы он Шел На Более Слабых Машинах Возможно Это так Может быть Не так Может Я ошибаюсь Господи Как же Он просаживается В ФПС Каждый раз Во время Какого-то Экшена Вот Вы видите Как просаживается В ФПС Это просто Пиздец Откровенно Говоря Охотники Меня пока Не видят Я от них Ухожу Очень даже Неплохо Ухожу У них Статрапером Является Айп И я Кстати Вижу Сейчас Даже Откат Купола То есть Купол Ну то есть Монстру Дали Видеть Откат Купола Для того Чтобы Я не знаю Для чего Сейчас Хороший момент Будет Да Вот Пятерых Одним ударом Я не знаю Для чего Сделали так Чтобы монстр Видел Откат Купол Видимо Для того Чтобы Эта игра Больше Стала Похожа На Какой-то Киберспорт Ну то есть Вы действительно Можете Видеть Сколько Купола Откатывается И Соответственно Контролировать Ситуацию Намного Лучше Ну С одной Стороны Это Странно А с другой Стороны Ну почему Бо и нет Монстр У монстра На самом деле Очень мало Контроля Было И Топовые Команды Монстров Только Так Разбирают Так Что Пускай Будет Так В данный Момент Вы Видите Что я Запустил Свой Декой То есть Свою Приманку Но почему То я Не стал Невидимым Либо Это Бак Либо Это Нововведение Может Быть Это Давно Уже Видено Я Просто Давно В Играл Установил Ее Только Сегодня И Такие Вот Дела Декой Кстати Дамажит Нехило Почему Он Не Дает Невидимость Я Немного Не Вкуриваю Так Я Набрал Достаточно Жратвы Чтобы Эволюционировать Соответственно Я По воде Ухожу От Охотников Когда Я Перемещаюсь По воде То Я Не Оставляю Следов Не То Чтобы Я Какой То Сраный Профи Просто Констатирую Факт Вот Первое Что Я Сразу Решил Когда Настала Возможность Сэволюционировать Это Съебаться Пещера Пещера У нас На этой Карте Находится На Востоке Насколько Знаю Эту Карту Несколько Переделывали И это Заметно Потому Что Я Честно Сказать Знаю Примерно Географию Но Я Не Узнаю То Есть Какие То Вещи Были Переделаны Она Стала Более Светлой Раньше Она Была Немного Потемнее Так Вот Я Залетел В Пещерку Втором Уровне Да Кстати Комментарии Появились Монстр Эволюционировал Раньше Что то Подобное Было Но Вроде Таким Женским Голосом Это Не Объявлялось Это Во первых Во вторых Насколько Видите У меня Брони Много То есть Она У меня Не Спала Обычно Если Кто то Эволюционировал Ну Охотники Опытные Они Этим Очень Сильно Пользовались То есть Вы Начинали Эволюционировать В конце Концов Разработчики Сделали В какой-то Момент Что у Монстра Оставалось Немного Брони После Того Как Он Эволюционирует Сейчас Видимо Сделали Еще Больше Ну Я думаю Это Справедливо То есть Если Вы Суки Меня Не Нашли Ну Что Теперь Ну Не Нашли А Если Вы Меня Нашли Ну Пробивайте Броню В таком Случае Урона Вообще У Охотников Достаточно Для того Чтобы Монстр Просто Загасить Если Это Не Голиаф Или Не Бегемонт Ну То есть Во Время Вашей Эволюции Они Вам Могут Очень Много ХП Снести Ну Соответственно Баланс Был Поправлен Немного В сторону Вонс Они По Прежнему Не Видят Здесь Хэнк Кстати Может Свой Артовстрел Скинуть Я Его Очень Опасаюсь В этом Плане Но Поскольку Команда Новичков Против Меня Играет А Я Могу Их Наверное Так Называть То Они Меня Не Видят Откровенно Говоря И Еще Не Знают На Что Я Способен Они Видели Что Я Призрак Первого Уровня Который Вообще Еще В Этим Сук Сук Придуплейном Было Неповадно Это Я Как Раз И Сделаю Я Запустил Декой Декой Начинает Им Немножко Всучивать Хэнк Выпустил Арт Обстрел Соответственно Мне Бояться Нечего Я Иду В бой Так Первым Делом В данной Ситуации Нужно Вырубать Хэнка Потому Что Он Ну Может Накладывать Чит Если Он Будет Накладывать Чит Очень Хорошо То Соответственно Мне Будет Служновато С ним Драться Кстати У меня Такое Чувство Что Мой Декой Бился В Супер Нове Если Это Так То Это Странно Вторым Я Пытаюсь Вырубить Конечно Медика Но Они Пытаются Реснуть Хэнка Если Они Хэнка Реснут То У меня Будут Проблемы Я Стараюсь Сделать Так Чтобы Они Этого Не Сделали Минус Один Минус Один Минус Два Минус Три И Вот Последний У меня Остался Медик Соответственно Я У Скрытной Атакой Добиваю Такие Вот Дела Побеждает Монстр Это Это Прикольно На самом Деле Рейтинг Рейтинговые Игры В игре Опять же Остались Но Для этого Вам Нужно Будет Достигнуть Двадцатого Уровня Для того Чтобы Сыграть В рейтинг Пока Двадцатый Не Достигнете Вот Мне Дали За Этот Матч Восьмисот Двадцать Четыре Монеты То Вы Можете Вообще Абсолютно Все Купить За Внутри Игровую Валюту Я Не Знаю Сколько Денег Будет Это Приносить Тукеем И Рок Тартл Студиос Но Блин Игра Теперь Абсолютно Фри Туплейная И Донат В ней Абсолютно Не Критичен Вот Такие Вот Дела Я Очень Рад Что Ну Играя Волз Могла Привлечь Новую Кровь И Вот Я Сейчас Зашел В магазин Посмотреть Что Вообще Есть Поскольку Я Эту Игру Покупал У меня Все Персонажи Открыты Это Очень Приятно На самом деле С Другой С Другой С Касается Скинов Смотрите Сейчас Раньше У монстров Были Скины Которые Перекрашивали Вас Полностью Теперь У охотников Есть Такие Же Скины И Вы Можете Охотников Перекрасить Полностью Примерно Так же Как Когда Обещалось В Одной Картинке Которую Называли Трольской Ну То То Мол Так Быть Не Может Так Не Должно Быть Вот Ну И Соответственно Пушки Оружие У меня Кое Что Из Этого Есть Кое Чего У Меня Из Этого Нет И Честно Сказать Мне Стало Интересно А Что Мне Дали За То Что Я Эту Игру По Сути Предзаказал Потому Что Я Купил Еще В Феврале Того Года 15 Года Получается И Сейчас Я Не знаю То ли Это Глюк То ли Че Я Попытался Открыть Ежедневное Обновление Описание Обновления Оно Было Пустое Потом Я Закрыл И Сейчас Вы Увидите Все То Что Мне Дали Как Владельцу Игры Welcome Title Rewards Title То Это Все Монстры Охотники 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 Которые У меня Есть Скины Золотые Не только Золотые Все Те Скины Которые Я Выбил До Этого И Кое Какие Перки И Два Скажем Так Этих Анимированных Профиля И Плюс 3000 Кредитов Ну Это Херня 3000 На Сам Дели Но Все Равно Хоть Что То На Это Был Первый Взгляд На Эволв После Перезапуска Всем Спасибо За Посмотр Братишки Всем Пока И Надеюсь Вам Было Интересно Субтитры